Живание в этом обществе, условно говоря, пропадет. Естественно, включается много энергии, страха. Это самый мощный включатель энергии. И начинается целая история. Но это может быть иллюзией. Но родители об этом не знают. Это страхи родителей, но страхи детей, которые начинают, я вижу, как это приходит, но будет все неплохо. Если родители переживают, что ребенок не учится, не хочет быть в универсален, они не хотят учиться. Мы вошли. А дитина против? Вопросы, почему ребенок против? У детей, у меня же правильная картинка, ты должен быть таким. А дитина говорит, что у меня другая картинка. Они так сказали, что родители на вас тратят полицейские деньги, зарабатывают за кордоном. Выручатся. Я бы делала цена дизайна, а у меня такое сочинение. Проблема батьков. Переважно в том, чтобы они не реализовали свои хотелки. В какой-то этап. А они хотят, чтобы дети реализовали их невцеленные мечты. Это вообще третья история. Это нацистическое расширение, как ребенок должен осуществить мою несбывшуюся мечту. Это еще один момент. Это тоже неосуществление воспринимается как самоубийство. Путь к моему самоубийству. Потому что ребенок как будто убивает мою вот эту вот мечту. А это почти как... Ну это, может быть, слишком глубоко. Будьте, забудьте. Но соль такая. Что тут еще и вот этот страх. А почему ребенок сопротивляется? Потому что у него же собственный инстинкт самосохранения. Этот инстинкт что-то собирает из окружающего мира и что-то собирает изнутри. И на самом деле, наш путь на самом деле, это путь самореализации. Я реализую себя, свои желания, но свои внутренние. Мы заточены на то, чтобы реализовать себя уникального, ни на кого не похожего. Реализовать. А мне родители уже план придумали. И тут мой инстинкт самосохранения, в том числе самосохранения как личности, вступает в конфликт с родительской программой, которая может мешать. Направлять не туда, не в том темпе, не теми методами. И человек будет бунтовать. Будет делать наоборот. А есть еще один слой. Подросток, задача подросткового периода, это как раз уже попытаться стать взрослым. Сделать не так, как родители. По-своему. Ошибиться по-своему. То есть вот собственный путь, собственную дорожку. А мы как хватаем этих детей, мы же ту уздечку ковали с первых дней. И мы за эту уздечку обратно. А, он обратно отбежал, родитель так чуть-чуть расслабился. То есть это борьба за самоопределение, за независимость. Вплоть до того, что ребенок действительно может хотеть именно эту специальность и получить. Но не он решил. И тут вот борьба за то, что я решаю. Не ты решаешь уже, а я. То есть тут еще другой слой. Короче, вот эта вот система, она очень многослойная. Там много всего. Это если мы смотрим вообще как может быть. А если мы берем конкретного человека и конкретно с ним разбираемся. Там мы видим, вот с этим больше насилие родительское. Здесь больше родительских иллюзий. А здесь просто чистая война за самоопределение. Временное, вот это подростковое. А на самом деле он тоже хочет стать дизайнером интерьера. Все нормально. Ну вот. Ну вот. Ну вот. Ну вот. Это тоже очень сильно зависит от ребенка. Потому что я вспоминаю себя в детстве. Я помню, что мне никогда не хотелось делать назло родителя. Никогда. Ни в каком возрасте. Может быть потому, что они собственно никогда меня не заставляли ничего делать. А? Абсолютно. То есть я с третьего класса сама себе подписывала дневник. То есть абсолютно… Ну… Чему? Ну потому, что парка я не интересовала. Нет. Я всегда была отличница. Я всегда получала только пятерки. Я же была, как бы… Добро здоровье. Да. Абсолютно. И у вас не было желание делиться со своими успехами с батьками? Або им было наплевать на вас? Нет. Наоборот. Маме было очень радостно. Она меня всегда хвалила. Но она понимала, что это ерунда, на которую я не стою. Тратить время. У нее был мой младший брат, который был двоечником, хулиганом. И вот, значит, на дне она читалась. Ей было чем заняться. Реально. Но мне никогда не хотелось. Ну и опять же. Ни меня, ни брата, родители не заставляли никогда выбирать, например, ту специальность, которую они хотели. Я захотела уехать в Москву, а села, самолет и летела. Никогда. Поэтому может быть… Протидія батьков бывает на разных уровнях. Бывает, безусловно… Ну, мы закрываем… Я сказал, что ты это не сделаешь, ты не сделаешь. Есть совсем другие виды противоречений. Я хочу перейти до дискуссии в таком ракурсе. Скажите, пожалуйста, на каком этапе, какие взрослые впливают на становление детей? Какие взрослые, в каких, безусловно, можно сказать, промышленных, институциях, они впливают на шлях дитини, когда он может изменится, может кардинально. Взагалі, то есть, дитина была по одному вектору, а потом пошла в совсем инший вектор, например. Кто те гравцы, які впливают на життя людьми? Ну, скандартно. Есть определенные возрастные периоды, где есть референтная группа. То есть тот, на кого он ориентируется. Сначала это только родители, потом у него появляется садик, школа. И бывают очень смешные конфликты. Учитель кажется более авторитетным, чем мама и папа. На каком-то этапе это могут быть ровесники и люди из телевизора. То есть просто такие видеры, мнения, какие-то авторитетные персонажи, которые для них уже интересны. И это зачастую либо их выбор, либо насаждение общества. Дальше, конечно, у них уже есть там институты, на работе какие-то, но это уже более взрослые такие отношения. Базовые, да, это родители и родственники, потом учителя. Возможно, какие-то другие формы наставников, например, на кружках или тренер и так далее. Это вот если мы говорим на бродец. В подростковом возрасте они стараются сепарироваться и вообще не воспринимать никакие взрослые установки, потому что они сами уже взрослые. И тусуются как бы своим кружочком. Мне кажется, в нашем обществе очень важную, не всегда положительную роль играют учителя. То есть, к сожалению, наша ситуация в современной школе, когда, ну, это было где-то, наверное, вот с начала развала и не было Советского Союза, когда профессия учителя потеряла... Нет, ну, она в какой-то момент стала терять социальную значимость. Она была тоже значима, скажем так, раньше. Да, конечно. Ну, например, когда я училась в школе, у нас учителя были достаточно уважаемые люди. Они получали достойную зарплату, которая не была меньше там, чем у каких-то инженеров там или... Ну, не было такого, знаете, основания. И с большим уважением к детям они не относились. Бывало по-разному. Бывало по-разному. У меня были... Ну, конечно, разные выкладчики. В разных регионах там очень много разных кейсов. Поэтому ставленные не относят уже риск. Нет, нет. Абсолютно. Я просто знаю... Я хочу к чему это подвести. Потому что подросток, да, просто начинает очень тонко чувствовать вот эту, ну, настоящесть, ненастоящесть, справедливость, несправедливость, глупость, жадность. Понимаете? Вот. И это было, конечно, и в советской школе. Просто в наше время это усугубилось тем, что потерялось уважение к этой профессии. Учителями стали... То есть в моем, например, возрасте были... У меня там физик, математик, химик. Были мужчины, уважаемые, а не кормильцы. Это была профессия, которую... Сейчас кто в школе не подает? Ну, в общем-то, какие-то в основном... Либо это женщины, которые могут себе позволить так не зарабатывать, да. Ну, вот в последнее время ситуация меняется. Сейчас. Залежусь все от категории. Их, руки, скільки... Все-таки я ж не была. Я к тому, что просто в школе появляется категория учителей, которые не вызывают уважения учеников. То есть учеников... Правильно. Это было... Будь-який период истории, будь-якого... Абсолютно. И я хочу сказать, что просто подросток это очень четко чувствует. Вот он очень четко чувствует, где у него учитель настоящий, с большой буквы учитель, с которым он хочет брать пример, который его справедливо учит, справедливо ставит двойку. Иногда может даже... Ну, в наше время была такая ситуация, когда одному там сильному хулигану просто наш математик подошел и дал под затылок. То есть, ну понятно, в наше время это недопустимо. А тогда он просто... Он действительно вызвал это уважение всего класса. Потому что, ну такое, от петли хулиган его надо было поставить на место. А есть люди, которые вот это... Там или что-то за деньги оценки ставят, или несправедливо любимчиков каких-то учат. Это сразу вызывает отторжение у вот такого... У тонко чувствующего подростка, у которого эмоциональная часть мозг уже созрела, для того, чтобы это понимать. Рационально он еще не научился это все вписывать в какие-то социумы, находить оправдания. Он это не приемлет. И для него сразу идет отторжение. И очень часто это бывает, что отторжение всего взрослого. Потому что, к сожалению, вот на его пути попалось там много таких людей. И мало таких, которые называли уважением. Мне кажется, вот это тоже очень влияет на формирование этой ученики. Ну, и приемлет БУПА застали, и мы с ванной еды задавляем много вопросов. Кто транслирует уважение к учителям? Вот. Один вопрос. Либо уважение, либо неуважение. И родители выбирают тех или иных учителей. То есть это ответственность родителям. Какую школу они облили ребенка, и что они транслируют ребенку по отношению к учителям. И ставление к учителям также. Потому что, в большинстве, если вы общаетесь, скажем так, с учнями, то по учению можно прочитать ставление батьков до учня, и в соответствии к учителям также. Поэтому в школах, на мой сугубо субъективный взгляд, нужно учить не ученям, а батькам. Давайте спросим человека, который еще недавно учился в школе, как определялось отношение к учителям в вашем классе? Влияли родители никак. Ну это уже 9, 10, 11 класс было, но родители никак не влияли. У меня уже мама адекватная, а папа всех учителей любит. И считает, что все учителя хороши. Правы. Да, я всегда правы, а если там как-то что-то не заслужу, то это ты и безпределя. Так она является влиянием или не является влиянием? Ну, он пытается, но я как считал там свою химичку плохой, и влиянием. Нет. Дело в том, что влияние влияние влияние, и он является осознанным, который ты воспринимаешь, а отношения, оно строится, ну, это на самом деле величезная, така, багатоскопичная тагра. Потому что и ставление, скажем так, ставление средовища, как класс ставится, это очень величезная вещь. Как твои собственные вподобания подобаются тебе учить или нет? На эмоциональном уровне. Не только, если он профессионал, а не профессионал. Чи он тебя зацикал, а не? Мне кажется, 99% отношения и всего поведения от класса зависит от учителя, а не от родителей. У нас был учитель в Вышинске по математике, но это просто лучший учитель в мире, я не знаю. Он с нами общался на равных, мы просто как будто бы были с ними друзьями, он был адъективен всегда, он мог, ты не сделал, а может, он тебе ставил. Тому ты выбрал математику, яркий шлях своего розвитка, потому что тебя зацикавила людина, яка, ну, особливала ей все эти элементы. Не сильно то, что он меня больше зацикал, он умел свой предмет так подать, что тебе интересно. В физмате в последних классах можно было уже прогуливать в принципе, иногда не ходить куда-то, потому что ты там готовишься к ЗНО, но на его лекции, на его практике ходили просто все и всегда, там полумертвые, 40 градусная температура, просто потому что не хотели пропускать. Потому что это физмат и математика. У меня есть как бы встречная история о физмате и хороших учителях химии и биологии, которых привели родители, но полкласса почему-то решили, что и химия и биология не нужны, и выкладывали ноги на стол и рассказывали, что этой задачи в учебнике нет, и вы не имеете права нам его задавать. Потому что у нас физмат. Вышинский бы разобрался с этим. Ну то есть учитель очень, мне кажется 99% все равно это учитель. Если он умеет расположить, умеет заинтересовать, то никто не стоит. Учителя они всегда, опять же, заинтересовать, если человек не настроен заинтересовываться, невозможно. Это вопрос мотивации. Как можно заинтересовать, если человек пришел с посылом, этой задачи в учебнике нет, и вы не имеете права. Я вам больше скажу, что, например, вставление до многих предметов у нас ставится так. А, ну то математика, музыка, это вообще-то предмети? Навище они нужны? А я вам скажу больше, что, если вы посмотрите из исторического контента, людей в математике не учили, и учили, как разговаривать, как себя нужно держать, как разговаривать, как разговаривать, как разговаривать. Это зависит от того, какое общество мы строим, и какие ценности мы производим. Конечно, для общества, которое называется индустриальное, что ему нужно было? Ему нужны были инженеры, которые могли бы работать на заводе и выполнять конкретно поставленную, скажем так, работу в конкретных рамках за конкретно прописанными элементами. И эта система освіти, которая у нас была побудована, она была побудована за очень крутыми зразками. Скажите, пожалуйста, в школах у нас есть дзвоники, так, они дзвонят. На заводах також есть дзвоники, они також дзвонят. Если вы будете проводить много параллелей, как строилась не только украинская система освіти, не только украинская, в системе освіти, загально освіти. Потому что система освіти до начала, скажем так, 20-го столеття, она не была загальна. В зависимости от многих стран, она была становой, она разнилась. Потом система освіти стала загальна. нам нужна была большинство людей, которые могли выполнять схожие навыки, схожие погляди и мать схожую систему мисления. Поэтому мы выбираем, что это нужно, а это не нужно.